МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня гость программы «Мой вопрос» председатель Лидской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Марсов. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. В воскресенье все работники сельского хозяйства и предприятий, перерабатывающие промышленности агропромышленного комплекса, отметят День работников сельского хозяйства, с чем мы, естественно, и вас поздравляем. Спасибо. Районный комитет в любую пору года внимательно следит за работой членов своего профсоюза, причем и в хозяйствах, и на предприятиях. Кстати, а по численности ваша организация большая? Белорусский профсоюз, работник агропромышленного комплекса, это, в принципе, на сегодняшний день самая большая профсоюзная организация. В нашем районе насчитывается более 8,5 тысяч членов профсоюза. Но у нас не только сельскохозяйственные организации, не только перерабатывающие, у нас есть еще и строительные организации, ну и также другие предприятия промышленности. Если так, в численном составе, то более 2,5 тысяч это в сельскохозяйственных организациях, примерно столько же в перерабатывающих предприятиях, около тысячи в строительных организациях, и 440-450 членов профсоюза, это учащиеся лицеи милиаративного строительства. А вот первички есть на всех предприятиях и в хозяйствах или где-то же нет? Все, которые у нас стоят, конечно, есть первичные профсоюзные организации. Это 9 первичных профсоюзных организаций в сельскохозяйственных организациях, ну и в остальных промышленных и предприятиях, и учреждениях. Если говорить в целом о основных задачах, которые стоят перед райкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса, то они какие? Ну, если таким коротко и емко сказать, то это защита трудовых, профессиональных и социально-экономических прав и интересов трудящихся членов профсоюза. Это коротко. Ну, а задачи, которые профсоюз выполняет, они сводятся к тому, чтобы обеспечить достойную жизнь работников-членов профсоюза, в связи с чем проводятся мониторинги законодательства о труде, мониторинги соблюдения охраны труда на предприятиях, мониторинги контрактной формы найма и другие вопросы, все касающиеся жизнедеятельности предприятий. Но вот при проверке условий труда работников на что прежде всего обращаете внимание? Обращаем внимание и на состояние охраны труда, на ведение документации, на обеспечение работников спецодежды, обеспечение санитарно-бытовыми условиями. Требований, скажем так, немало. А какие основные недочеты вы выявляете? Чаще всего, это, наверное, вот и если будем говорить о сельскохозяйственных организациях, в связи, скажем так, их достаточно тяжелым финансовым положением, очень часто встречается несвоевременная выдача спецодежды работникам. Вот. Также при посещении мы иногда, вот, когда посещаешь санитарно-бытовые условия, иногда, ну, попадают нам на глаза там, то где-то коврик уже старый нужно заменить, то где-то кран сломался. Как-то получается таким образом, что, ну, работники, руководители этих предприятий, заходя туда, кажется, что оно все нормально, как бы, неплохо. Да, да, да. А мы таким, скажем, свежим взглядом, как бы, вот, на эти нюансы им указываем. Ну, вот, нашли нюанс, что дальше? Начнем с того, что профсоюзная организация, это неконтролирующая организация. Вот. Ну, в итоге, по тем нарушениям, которые мы выявили, мы выдаем нанимателю рекомендацию и предлагаем ему устранить эти нарушения. А вот за зарплатой, которую получают работники, члены вашей профсоюзной организации, следите? Мы тоже отслеживаем и сроки выплаты, заработной платы, и начисления. Бывают случаи, когда ошибочно, неправильно начисляют какие-то там доплаты установленные. Мы тоже выдаем по этим вопросам рекомендации, наниматель устраняет, да, перерассчитывает заработную плату. Райком АПК внимательно следит за ходом всех основных компаний в сельском хозяйстве. Что за они? В сельском хозяйстве это круглогодичная работа. В растеневодстве чуть-чуть, конечно, выпадает зимний период, когда они, ну, и тоже они не стоят без работы, готовят технику. Это и посевная компания, это и уборочная компания, и также уже вот осенние полевые работы, то есть круглый год. А в этом году в наших хозяйствах были созданы все условия для полноценной работы сотрудников, или же все-таки были выявлены какие-то недочеты? Мы, скажем так, пристраиваемся заранее подходить к этому вопросу, как что касается, например, вопросов питания. Конечно, были недочеты, на которые мы указываем, стараемся их устранять, но есть и хорошие положительные моменты, например, вот в этом году в Ксуп Песковцы отремонтировали столовую, очень современно, красиво сделали здание. И очень приятно то, что еще в одной сельхозорганизации тоже появилась своя столовая, это Бердовка Агра, они сделали там ремонт и тоже уже стали питать своих работников своей столовой. Традиционно райком профсоюза чествуют лидеров жатвы. В этом году, конечно, погодные условия не позволили в полном объеме получить тот урожай, на который рассчитывали, но все равно есть и водители-тысячники, и комбайнеры-тысячники. Как в этом году поощряли их? Конечно, погодные условия сделали свое дело, очень мало в этом году у нас было тысячников. Два экипажа комбайнов у нас намолотили тысячу тонн и более. Это первым был экипаж Юрия Антоновича с сельхозпредприятия Можейкова, и второй был из Белицы Агра Мулинского. И было шесть водителей-тысячников, которых мы награждали дипломами и денежными премиями. Также мы в ходе уборочной кампании привлекали другие отраслевые профсоюзы. К нам посещали нас с поздравлениями наших участников жатвы, профсоюз здравоохранения, профсоюз работников торговли. А вообще в уборочной кампании много было в этом году задействовано людей? Если в целом в уборочной кампании было задействовано более 600 человек, которые были обеспечены, принимали участие в уборочной кампании, были обеспечены горячим питанием. Ну и непосредственных участников, скажем так, жатвы, это было около 140 человек комбайнеров, 87 экипажей и 62 водителя. За жатвой последовала уборка и других сельскохозяйственных культур. Вы по-прежнему мониторите ситуацию, например, как складывается уборка овощей, фруктов? Обязательно и картофеля, и яблок в Можейково, и все остальные сахарные свекла. Мы отслеживаем все работы, которые проводятся в сельскохозяйственной организации. А вот сейчас в поле зрения вашего что? Сейчас в поле зрения мы так сделаем чуть-чуть акцент уже в сторону животноводства зимой. Ну и, конечно, будем все равно, как я и говорил, что в зимний период уже идет подготовка техники к будущему весенним полевым работам. Поэтому как зимой подготовишь технику, так она весной и будет работать. Уборочная, посевная. И так круглый год? Да. Вот мы говорим только все о сельхозорганизациях, но, наверное, надо бы поговорить и о предприятиях, перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, чтобы не сложилось впечатление, наверное, у телезрителей наших, что вы работаете только с сельчанами. Мы работаем не только с сельчанами. Как я говорил уже в начале, перерабатывающих предприятий у нас где-то насчитывает порядка чуть меньше 2,5 тысяч членов профсоюза, но также у нас есть и строительные организации. Все те вопросы, которые мы мониторим в сельхозорганизациях, мы мониторим и в перерабатывающих и строительных организациях. Поэтому и чествуем, и празднуем мы несколько профессиональных праздников, и День Металлурга, и День Строителя, и, соответственно, самый большой наш праздник – День работников сельского хозяйства, перерабатывающих промышленности. Вот, наверное, еще один значимый праздник для работников сельского хозяйства – это дожинки районные пройдут буквально завтра. Скажите, кого будете чествовать на них? Мы будем чествовать наших членов профсоюза, работников, которые достигли наилучших результатов, работники, которые добросовестно трудились весь этот год. И это будут не только работники сельхозорганизации, как я и уже говорил, это будут и работники перерабатывающих предприятий. И много наград планируете вручить, если не секрет? Не секрет, мы будем награждать более 20 человек. А награды – это денежные премии или ценные подарки? Или и то, и другое? Конкретно те люди, которые будут награждены почетными грамотами, дипломами и благодарственными письмами, они получат денежные премии. А ценные подарки у нас предусмотрены, как традиционно будет проходить конкурс на лучший каравай и на лучший сноб. Там будут ценные подарки. И одним ценным подарком мы наградим сельхозпредприятие «Песковцы». Как я говорил, они за работу по созданию условий для питания своих работников. И микроволновую печь мы наградим ферму «Песковцы», так как у них там много чего сделано. Ну и вот для того, чтобы улучшить их условия, мы им подарим микроволновую печь. Александр Иванович, до сих пор мы говорили в основном только об аграриях, но, наверное, заслуживают внимания и работники животноводческого комплекса. Давайте поговорим немного об этом. Зимой мы переключаем основное внимание с работников растеневодства на работников животноводства. Уже, по крайней мере, я второй год, это вот будет третья акция «Наш животновод», которая проходит, начинается, скажем так, с 1 декабря и проходит все зимние месяцы и затрагивает еще пару весенних месяцев. Ну вот вы говорите об акции «Наш животновод», а что за она, расскажите конкретно о ее целях и какие задачи ставите перед собой? Акция «Наш животновод» направлена на то, чтобы, как мы уже говорили, особое внимание уделить работникам животноводческой отрасли, потому что животноводство – это та отрасль, которая работает круглый год, и круглый год она приносит доход своему предприятию. Цель этой акции – поблагодарить, в первую очередь, работников животноводства за их нелегкий труд, также изучить условия их труда, узнать, какие есть проблемы, чем-то помочь, ну и, конечно, лучших наградить. А еще какие-то акции, инициированные Белорусским профсоюзом работников агропромышленного комплекса, могли бы отметить? Которые были вот в последнее время или в течение года? Ну, мы тесно сотрудничаем, например, с Белорусским союзом женщин. Вот 14 октября, на День матери, мы с председателем Светланой Ивудь посетили многодетные семьи, женщин, которые проживают в сельской местности и имеют пятерых и более несовершеннолетних детей. Поздравили с этим замечательным праздником и вручили продуктовые наборы. А еще с кем-нибудь сотрудничаете, кроме как с Союзом женщин? Активно сотрудничаем с Лицким телевидением. Накануне 9 мая мы посещаем ветеранов, которые проживают в сельской местности, тоже с подарками, с баяном и с сотрудниками, одетыми в военную форму. Ну, вот скоро Рождество и Новый год. Конкретно вот к этим праздникам планируете ли какие-нибудь акции или мероприятия? Традиционно все профсоюзные организации планируют новогодние утренники для детей своих работников. Также будем отправлять детей, которые, ну, скажем так, остро нуждаются, которые из многодетных семей, на елку, на новогодний утренник в Гродно. Это ежегодно мы порядка 25-30 человек отправляем. Ну и, конечно, все дети получат от профсоюзного комитета подарки новогодние. Александр Иванович, на этом неделе Вы участвовали в большом мероприятии, пленуме райкома Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Расскажите, кто участвовал в этом мероприятии и какие вопросы рассматривали? Вчера в городе Бобруйске на базе санатория имени Ленина, это профсоюзный санаторий, состоялся шестой пленум Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. В нем приняли участие профсоюзные работники, председатели всех райкомов всей республики. Одним из основных вопросов это было о ходе выполнения программы основных направлений деятельности нашего профсоюза, также были намечены задачи на будущее. В будущем году у нас состоится отчетно-выборная кампания, будут переизбраны новые председатели правкомов, ожидает год насыщенный. Ну и, конечно, были еще некоторые изменения, которые касались организационных вопросов, был выбран новый заместитель председателя республиканского комитета. Ну, основные такие были вопросы. Вопросы от телезрителей. Какую конкретно денежную помощь и каким категориям работников может оказать профсоюзная организация? Ну, наверное, я тут чуть-чуть остановлюсь на том, что, чтобы четко понимали, профсоюзная организация может оказать не только денежную помощь, она может оказать правовую и юридическую помощь бесплатную членам профсоюза. Ну, а денежная помощь тоже оказывается членам профсоюза. В каждой организации есть коллективный договор и есть положение о фонде помощи, в котором прописаны конкретные случаи и размер этой выплачиваемой помощи. Ну, а за самой помощью надо обращаться в первичку или непосредственно к вам в райком? Основная масса обращается в первичную профсоюзную организацию, потому что помощи оказываются как от профсоюзной организации, так и от нанимателя. Но в некоторых случаях обращаются к нам в райком. А чтобы стать членом профсоюзной организации, надо обязательно писать заявление или ты становишься этим членом организации уже автоматически? Нет, заявление пишется обязательно. Но, как правило, членами профсоюза становятся молодые люди, когда поступают в учебное заведение. Их там принимают в профсоюз, а когда они уже приходят на предприятие, они уже становятся на учет. Александр Иванович, а если говорить о коллективе Лидской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, из кого он состоит? В Лидской организации работают вместе со мной три человека. Это я, заместитель председателя Мусик Люба Владимировна и главный бухгалтер Скоромникова Елена Александровна. Получается, вы работаете в женском коллективе? И как вам? Ну, с женщинами всегда приятно работать. А легко ли? Наверное, женщине с мужчиной, мужчине с женщиной всегда найти легко общий язык. А может ли райком профсоюза помочь человеку разобраться, если возникли вопросы, касающиеся начисления и выплаты заработной платы? Вы говорили, что юридическую помощь можете обратить, да? Да, да. То есть, человек может обратиться к нам в райком, и мы с привлечением даже служб районного исполнительного комитета управления по труду, занятости и соцзащите, мы вопросы рассматриваем, как я уже говорил ранее, и в случае выявления каких-то нарушений мы выдаем рекомендации, которые наниматель исправляет и производит перерасчет или доначисление заработной платы. А если попасть к вам на прием, то как это можно сделать? На прием попасть очень легко. Официально прием проходит у нас по средам, по адресу улица Чапаева, 8. Но на прием можно прийти в любой день, потому что в райкоме профсоюза дверь всегда открыта, и с любым вопросом может человек зайти и задать свой вопрос, если не будет меня, будет мой заместитель, не будет заместителя, будет главный бухгалтер. Поэтому кто-то в райкоме профсоюза всегда находится, можно заходить в любое рабочее время. Александр Иванович, после вопроса о личном приеме к личным вопросам готовы? Угу. Вы сами, насколько мне известно, с Могилевщины. Расскажите, откуда? Я даже не с Могилевщины, я с самого города Могилева. Непосредственно с Могилева. Да. Там сейчас живет моя мама. А до того, как вам довелось попасть в Лиду, вы раньше бывали в нашем городе? Раньше в городе Лида я не был никогда. И не слышали ничего о нем, или что-то все-таки? Вообще слышал. Ну, конечно, нельзя не слышать про Лидское пиво, Лидские кроссовки, Лидскую муку. Собственно говоря, о том, что есть предприятие, на котором выпускают Лидскую муку, и много примеров, и вообще в период учебы о Лидском комбинате хлебопродуктов говорили много. Ну, вот о Лидском комбинате хлебопродуктов мы еще поговорим чуть попозже. А сейчас вспомните, когда вы впервые попали в наш город, в Лиду, и каким он вам запомнился? Впервые я попал в город Лидов в 1999 году. Ночью, в 3 часа 40 минут ночью приходит поезд, и основным, самое первое впечатление, это бросилась в глаза чистота в городе. На тот момент это было просто, если сравнивать с другими городами, очень заметно бросалось в глаза. И вот с тех пор город сильно изменился, на ваш взгляд? Город изменился, изменился еще в лучшую сторону. Особенно сильно преобразился он перед республиканскими дожинками в 2010 году. Александр Иванович, давайте поговорим о вашей профессии. Вы инженер-технолог, да? Да, по переработке растительного сырья. Это был ваш осознанный выбор, когда вы ориентировались на будущую профессию, или кто-то повлиял на нее? Ну, нельзя сказать, что родители, мама не помогала мне в выборе. Ну и нельзя сказать, что она сильно настаивала на том выборе. Поэтому, ну, это, скажем так, было наше совместное решение. Вы Могилевский вуз закончили? Да. Сейчас это университет продовольствия. Хорошо. А желание или возможность остаться на родине были у вас? Ну, конечно, на тот момент всегда было желание остаться дома. Но так случилось, что попал в Лиду. В город Лиду. Вот сейчас вернемся к Лида-хлебопродукту. Насколько мне известно, в вашей трудовой книжке только две записи. Это ОАО «Лида-хлебопродукт» и район организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Ну, не совсем, наверное, две. Там еще есть запись о срочной службе в вооруженных силах Республики Беларусь. И запись о учебе в Академии управления. И все-таки Лида-хлебопродукту вы отдали сколько лет работы? Более 15 лет, как он работал на Лида-хлебопродуктах. Мне работа нравилась. И поэтому именно так долго я проработал на предприятии, мне нравилось то, чем я занимался. 15 лет, согласитесь, это все-таки немало. А каким был ваш карьерный рост на этом предприятии? Первое рабочее место у меня было заместителем начальника мукомольного цеха. После чего чуть-чуть сфера деятельности поменялась. Я занялся вопросами маркетинга и продажи. После учебы в Академии управления я стал заместителем генерального директора по идеологической работе. Я так понимаю, что воспоминания о Лида-хлебопродукте только положительные у вас? Очень положительные, о коллективе, о тех людях, с кем довелось работать. Мы сейчас поддерживаем отношения. Так и почему же все-таки ушли? Не знаю. Ну, вообще жизнь такова, что все движется, все меняется. И поэтому оставаться на одном месте, то есть, ну так, наверное, волей и судьбы. Не жалеете? Что сменил род деятельности, нет. Порой просто воспоминания накрывают о работе с людьми, с тем, с коллегами, которыми приходилось долго работать. Может, будучи руководителем профсоюзной организации, вы и внимания больше уделяете своему прошлому коллективу? Помогаем мы всем одинаково. Но, конечно, особое отношение к все-таки работникам Лида-хлебопродукта, но не вычеркнешь. 15 лет из своей жизни не вычеркнешь просто так. Александр Иванович, забыл спросить, свою вторую половину вы уже тоже нашли на Лида-хлебопродукте? Нет. А где? Я с ней... Она жила в Лицском районе, мы познакомились в городе Лида, и я уже окончательно стал Личанином. Сколько лет вы вместе? 15. Расскажите о семье. Жена Анжела и двое детей у меня. Дочь 14 лет и сыну 4 годика исполнилось в сентябре. Интересно, как ваш сын отвечает на вопрос, а кем работает твой папа? Ему еще 4 годика, и он отвечает, наверное, как большинство детей. Где работает папа? На работе. Как любит отдыхать семья Марсовых и где? Мы отдыхаем по-разному. Любим гулять по городу. Зимой дочь у меня любит покататься на коньках. Также любим активный отдых, выезжаем на природу. И, соответственно, у меня хобби мое – это рыбная ловля. Поэтому, ну, как-то так оно... Рыбные места не раскройте? Ну, как любой рыбак, он может только показывать размер рыбы, которую он поймал. Можете ли вы за 15 лет, проведенные в нашем городе, сказать, что Лида все-таки стала для вас второй родиной? Я уже говорю на этот вопрос, вот когда задают, я говорю, я уже здесь свой. А на своей малой родине все-таки доводится бывать? И как часто? Хотелось бы чаще, но расстояние тоже достаточно большое. Ну, как я говорил, там у меня живет мама, поэтому езжу по праздникам, два-три раза в год я бываю дома. Александр Иванович, если бы была возможность что-нибудь изменить в своей жизни, вы бы что-нибудь изменили? Это же вопрос интересный. В целом, наверное, нет. А если касается каких-то нюансов, мелочей, то всегда отворачиваешь время назад. И, конечно, иногда хочется что-то поменять. Но основное направление, как я говорю, в целом, наверное, нет. Тогда наш традиционный вопрос, о чем мечтает председатель Лицкой районной организации, Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Марсов и просто человек Александр Марсов. Вообще, наверное, надо сказать так, что в целом мне бы хотелось, чтобы все люди жили в мире согласии. И вообще, чтобы у всех людей их самое доброе, светлое желание, мечты сбывались. Как председатель райкома профсоюза, наверное, мне хочется, чтобы все работники были обеспеченными достойными условиями труда и получали достойную заработную плату. Ну, а как человек, как для своей семьи, я хочу, чтобы мои дети выросли достойными людьми, определили свое место в жизни и своими успехами и победами радовали меня и маму. Спасибо, Александр Иванович, что нашли время ответить на наши вопросы. Пусть члены вашего профсоюза всегда чувствуют поддержку райкома, а работники райкома помнят, что у них за плечами более 8,5 тысяч членов профсоюзной организации. Еще раз с наступающим вас праздником! В преддверии нашего профессионального праздника хочу поблагодарить всех работников, особенно тех, кто работает на селе, за их труд и пожелать им дальнейшей успешной работы, крепкого здоровья и семейного благополучия. Напомню, сегодня на мои вопросы отвечал председатель Лицкой районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Марсов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова